Послание Отца Абсолюта от 18 марта 2024 года Помощь или медвежья услуга Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу более подробно остановиться на том, почему так важно не допускать чужеродной энергии в свое энергетическое пространство. Давайте рассмотрим, что происходит на тонком плане, когда с вами энергетически работает другой человек. И неважно, какие цели он преследует, вполне возможно, что самые благие. Начнем с того, что любая негативная ситуация возникающего у человека, будь то какой-либо заболевание или трудность в личной жизни, всегда имеет свою причину. Поэтому без определения этой причины, ее устранения, любое вмешательство других людей в жизни этого человека будет бесполезным. Но даже если вам попадется опытный целитель или профессиональный психолог, который поможет вам найти истинные причины ваших проблем, он не сможет решить их за вас. В любом случае только вы сами можете изменить что-то в своем сознании, мировосприятии, образе жизни. А если вы сумеете это сделать, то уже никакая помощь извне вам не понадобится. Исходя из этого, очень легко отличить настоящего учителя от шарлатана или дельца. Настоящий учитель даст вам в руки инструмент, с помощью которого вы сможете разрешать все свои жизненные трудности самостоятельно. А делец от эзотерики посадит вас на крючок ментальный, эмоциональный, финансовый, рисуя перед вами сказочные перспективы и, конечно, за определенную плату. То же самое касается и целительства. Если не дать человеку ключ к решению его проблем со здоровьем и не научить его самоисцелению, то любое чужое энергетическое вмешательство может дать лишь кратковременный эффект. На самом же деле у каждого человека есть все для того, чтобы самому восстанавливать свое здоровье и устранять все препятствия на своем жизненном пути. Для этого нужны лишь вера в себя и настойчивость в реализации своего желания. Инструментом или ключом к счастливому существованию и хорошему здоровью являются законы Вселенной, следование которым уже само по себе гармонизирует ваше физическое состояние и все сферы вашей жизни. И, соответственно, любое отступление от них вносит в ваше бытие дисбаланс и приводит к различным негативным последствиям. Что же касается веры в себя, то ее можно обрести только тогда, когда вы научитесь любить себя по-настоящему, как неповторимое и уникальное божественное существо. Когда это произойдет, вы почувствуете свою неразрывную связь с тонким планом и в первую очередь со своей душой, которая отзовется на все ваши душевные порывы теплом в сердечной чакре и интуитивными прозрениями, которые подарят вам ваши верхние чакры. Именно эти ощущения являются признаком того, что у вас установлена связь с тонким планом, с вашими высшими божественными аспектами. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Сайт Возрождение Сайт Возрождение